Всем доброго времени суток! В эфире Инсталайф. В этой передаче мы рассказываем о приемной кампании 2021 года. Сегодня поговорим о поступлении в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире на телеканале Универ ТВ и официальном инстаграм-аккаунте КФУ, где вы можете задавать свои вопросы. На все ваши вопросы с удовольствием ответят проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Карлович Нургалеев, заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Анатольевич Терехин. Добрый день, товарищи спикеры. Предлагаю для начала посмотреть небольшой ролик об Институте геологии и нефтегазовых технологий, чтобы у ребят уже создалось какое-то впечатление, куда они собираются поступать. Итак, внимание на экран. Институт геологии и нефтегазовых технологий восхищает своей богатой историей. Обучение геологическим наукам началось практически сразу же после образования самого университета. За два столетия в Альма-Матер сформировалась и получила всемирное признание Казанской школы геологов, а после, продолжая современную историю вуза Геофак, расширил свои границы и заявил о себе как Институт геологии и нефтегазовых технологий. Данное преобразование состоялось с 5 мая 2011 года. Уже сегодня в арсенале сотрудников института имеются передовые технологии, мощное научное оборудование, образовательные программы, учитывающие давние традиции геологического образования. Нефтяные компании – основные игроки на биржевых торгах. Цену на этот важнейший ресурс определяет общее состояние рынка. Неудивительно, что работа в нефтедобыче и нефтеразработке – одна из самых престижных и стратегически значимых в современной России. Но кто они, современные геологи? Специалисты по геологии, главные по строению земной коры, так говорит словарь. А что говорит о себе сама профессия? Сегодня не нужно умываться нефтью, чтобы стать геологом. А что нужно? Думать. Из школьного курса известно каждому, что черное золото образовалось много миллионов лет назад. А теперь нефть залегает в особых горных породах, содержащих пустоты в породах-коллекторах. Сегодня сотрудники геологических служб детально изучают распределение пород-коллекторов в пределах месторождения нефти, определяют места для бурения скважины и контролируют процесс бурения, где и отбирают образцы горных пород. Обнаруженную нефть необходимо извлечь из пустот внутри породы и поднять на поверхность. Для этого существует множество способов. Напомним, из нефти мир получает не только бензин и пластмассу, но и большинство вещей человеческого обихода. Безусловно, углеводороды важны. Однако для промышленности и строительства нужны и другие виды ресурсов. Особенно человечеству полюбились руды черных и цветных металлов и драгоценные камни. Да, добычей данных ресурсов тоже занимаются специалисты, выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий. Благодаря труду специалистов нефтегазового сектора ежедневно летают самолеты, ездят автомобили, строятся дома, из кранов течет вода, производятся одежды, обувь и даже продукты питания. Наверняка вы и не задумывались над этим, но еще одним важнейшим полезным ископаемым является вода. По подсчету ООН, население Земли к 2040 году составит более 9 миллиардов человек. Как отмечают специалисты, уже через 20 лет на планете будут использованы 70% доступного годового объема пресной воды. Изучением водных ресурсов занимаются гидрогеологи, чьи исследования должны решить проблемы с недостатком питьевой воды. Возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит отметить, что человечество вошло в эпоху развития цифровых технологий, где все более важными становятся междисциплинарные подходы к научным геологическим исследованиям и решению производственных задач. Так, например, совместно с геофизиками геологи изучают процессы распространения физических полей в геологических средах, фактически просвечивая недры Земли. Каждое месторождение, как и человек, имеет этапы своей жизни. Нефтяники называют их открытие, разведка, разработка и эксплуатация. И теперь, когда значительно расширилось географическое расположение месторождений нефти и газа, когда плавучие буровые установки появились в акватории целого ряда морей, стране и миру крайне необходимы соответствующие специалисты. Переходя от слов к делу, студенты получают навыки на первой геологической практике, которую проходят все профили обучения. Будущие специалисты учатся правильно описывать геологические разрезы и проходящие процессы. Безусловно, речь идет не только о дневных учебных маршрутах. А вот производственную практику студенты проходят в крупных геологических и нефтегазовых компаниях. Для распределения студентов институт проводит не только ярмарки вакансий, но и различные мероприятия совместно с партнерами. Не менее интересны условия работы для начала карьеры молодого ученого. В институте функционируют несколько научных сообществ, студия геоинформационных систем, технологий и еще многое другое. Безусловно, ни одной учебой жив студент. В Институте геологии и нефтегазовых технологий есть уникальная возможность реализовать свои творческие способности. Важно и то, что приезжие студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ обеспечиваются общежитиями. Многие из них уже с первого курса живут в лучшем кампусе России – деревне Универсиады. Завершив обучение в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, выпускники становятся востребованы на производстве. С целью содействия трудоустройству университет развивает партнерские отношения с ведущими компаниями нефтегазового и геологического секторов. Такие интересные, многосторонние и, что немало важно, востребованные на современном рынке труда профессии геолога и инженера нефтяника вы можете получить в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Это позволит построить успешную траекторию личностного, профессионального роста, развития для осуществления самой заветной мечты. Предлагаю для начала со вступительным словом и рассказать о том, что же из себя представляет Институт геологии в 2021 году. Именно вам, уважаемые наши гости. Слово вам. Спасибо большое. Мне очень приятно. Я, хотя вас и не вижу, но чувствую, что вы, ребята, ездят, слушаете нас. Я вижу среди вас, действительно, чувствую среди вас людей, которые станут будущими геологами, нефтяниками, гидрогеологами, геофизиками, палеонтологами и так далее. И даже, может быть, среди вас есть люди, которые когда-то прилетят на планеты, на другие, на астероиды и будут там добывать полезные скопаемые. Профессия геолога, геолога-нефтяника, сегодня, наверное, одна из самых востребованных. Дальше сегодня появляются новые профессии, масса новых, скажем, профессий в области IT. Это люди, которые обладают способностью обрабатывать большие данные, искусственным интеллектом, решать задачи с помощью искусственного интеллекта, разнообразные в разных властьях, начиная от медицины, кончая той же самой геологией, нефтью, газом. И, действительно, все эти современные тенденции мы тоже, как бы, учитываем ежегодно, мы открываем какие-то новые специальности, новые направления, в особенности это касается магистратуры, которые связаны и с IT, с обработкой больших данных, с созданием моделей современных. И, в том числе, даже у нас есть группа, которая занимается, вот я уже упоминал, исследованием каких-то ископаемых на астероидах, на других планетах. Действительно, время идет, через 30-40 лет оккупация уже Луны там будет происходить, какие-то астероиды будут подтаскиваться к точке Лагранжи какой-нибудь, и скапливаться, собираться, и там будет рынок какой-то продаваться, может, они там будут какие-то ископаемые. Ну, фантазировать можно много. Ну, во-первых, что такое, если говорить серьезно, профессия геолога, геолога-мессианика? Во-первых, это очень интересно. Эта профессия до сих пор обладает такой романтикой, романтичным ореолом, потому что это люди, которые любят природу, любят путешествовать. И, в общем, надо сказать, что вот эта работа, она колоссально востребована, не только в России, но и во всем мире, но особенность даже в России, потому что в России огромная страна, у которой огромная суша, гигантский шельф, на котором находятся полиеноскопаемые. Значит, значительная часть пресной воды всего мира находится в России. Огромная доля черных руд, железных руд, алюминия, золота, алмазов, других металлов разнообразных, ну и масса других полиеноскопаемых находится на территории России. И я думаю, что для геологов, для людей, которые исследуют вот эту природную среду, ищут полиеноскопаемые, открывают, изучают землю для того, чтобы висеть на ней строительство, метро, вот это все, это все геология. И поэтому сегодня, мне кажется, ну я, наверное, субъективно скажу свое мнение, геология – это самая интересная и востребованная профессия. Тем более, что сегодня открываются возможности для любых людей. Если, скажем, в наше время, там лет 30, 40, 50 лет назад, нужны были какие-то сильные ребята, которые могли там 100 километров пешком пройти, с рюкзаком с камнями, там перед те реки вплавь, там, я не знаю, там, мчаться на каких-то порогах, на каких-то плотах, каких-то простых, да, значит, смелые, такие отважные люди. Сегодня, ну, даже люди с ограниченными возможностями, которые считаются, могут спокойно работать в области геологии. Потому что я хочу сказать, ну, конечно, это было бы сложно, но сегодня виртуальной, виртуализация мира, значит, наблюдение мира в компьютере, работа в компьютере позволяет в любой специальности работать онлайн. Вот прошлый год показал, что, да, мы, оказывается, настолько можем онлайн работать, что многие профессии, оказывается, уже, уже понятно, что они уже дошли до уровня онлайн, возможности работы онлайн, да, вот. И сегодня огромная доля наших специалистов работает в вычислительных центрах, в центрах управления бурением, в центрах управления разработкой. То есть люди сидят в красивых белых, значит, светлых комнатах за компьютером и добывают нефть, бурят скважины, ищут поливно-ископаемое, значит, в самых разных точках мира, да, когда мы получаем информацию со спутников, с беспилотных летательных аппаратов, беспилотных плавательных подводных аппаратов, и вся эта информация обрабатывается в компьютере, значит, в каком-то зале, вот. То есть возможности для работы огромны. И более того, вот я еще раз повторяю, что есть колоссальная романтичность в этой профессии. Вот я стал геологом, геофизиком, потому что я хотел путешествовать. И вот это, значит, желание у меня еще не закончилось, я еще не везде побывал. Вот хочу тоже побывать в тех местах, где, может быть, даже что не вступала нога человека, это вполне возможно. Ребята, вот, и, во-первых, я вот просто как вступление, я хочу сказать, что действительно это очень интересно. Приходите к нам. У нас очень хорошие ребята учатся, люди, которые заражены своей профессией, любят природу, такие прекрасные люди. Всегда геологи были такими, значит, сплощенными, хорошими ребятами, которые готовы прийти на помощь друг к другу. Отличные коллективы, они не только учатся, они и работают на практике, и работают в лабораториях, и поют, и танцуют, и спортом занимаются. Тем более, что в Казанском федеральном университете огромные для этого возможности есть. Вот первое мое слово пока. Андрей Анатольевич, добавите что-нибудь? Да, конечно же. Вот, с одной стороны, как же Даниславович отметил, геология — это профессия, которая охватывает все сферы деятельности человека. Это и молодая профессия, и старая профессия. В Казанском университете геология развивается практически со времен создания университета, вот уже более 200 лет. И, тем не менее, геология — это молодая профессия с той точки зрения, что сейчас она впитывает в себя современные технологии. Это и здесь существуют тренды по цифровизации, и по обработке больших массивных данных. Сейчас специалист-геолог — это действительно не только полевой геолог. Вот такой вполне конкретный пример. 15 лет назад, если общаться со школьниками, вот, я думаю, вот, дорогие друзья, вы сейчас подключились к нам, это вот 8, 9, 10, 11 класс, вы сейчас задумались о выборе профессии, старте карьеры, возможно, в дальнейшем. Общаясь с вами, я задавал, скажем, в течение длительного времени один и тот же вопрос. Как вы представляете себе геолога? Вот мне было очень интересно, я спрашивал школьников, с которыми только общался. Если, скажем, даже вот не только 15, может быть, 12, 10 лет назад, ответы были совершенно очевидны с точки зрения, что это такой лохматый дядька с рюкзаком, с молотком, вот, который идет по горам, куда-то ходит. То сейчас ответы трансформировались совсем в другое русло. Это белый халат, компьютер, вот, калькулятор. И уже потом кто-нибудь немножечко скажет, что, ну, наверное, гитара. Вот. Это действительно отражает тренды нашего времени, что геологии, хоть ее в школе нет, содержат в себе и не только физическую географию, но и физику, математику, химию и информатику, то есть, вот, IT-компетенции. Есть возможность работы геологом сейчас, геологом-нефтяником, геофизиком. Как, если вы романтик, можно выбрать полевую геологию? Это вот экспедиции геофизические можно выбрать. Если вы больше тяготеете, скажем, к оседлой жизни, более к традиционной жизни, это может быть работа в геологической службе, это может быть обычная работа вот в городских условиях. Тем более геологии не ограничиваются только нефтяным рынком и нефтесервисом. Это, конечно же, и твердое полезное ископаемое, руда черных, цветных металлов. Это вода, то есть, скажем, водные запасы, водные ресурсы, что вот тоже очень-очень важно сейчас. Поэтому в геологии каждый может найти себя, и мы приглашаем вас к участию в наших мероприятиях. А со школьниками мы проводим их много. Если будут вопросы сегодня у вас, мы с удовольствием от них более подробно ответим. А сейчас я прошу обратить внимание на слайд, который находится на экране, продемонстрирован, с нашими социальными сетями. Вот особенно в преддверии нашего профессионального праздника, Дня геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля, следите за нашими социальными сетями. Там будут, я очень надеюсь, интересные для вас активности. Ну что, теперь мы можем, думаю, переходить к блоку вопросов. Часть вопросов мы подготовили, часть уже, как я вижу, ребята задают в чате. И давайте начнем с того вопроса, который, в принципе, волнует всех. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате и на каких профилях? Сейчас у нас на бакалавриате два направления. Это направление геология и направление нефтегазовое дело. На геологии у нас 90 бюджетных мест, на нефтегазовом деле 25 бюджетных мест. Диалогия еще имеет деление, так называемые профили, профилизация обучения. Это диафизика, то есть нефтесервис. Это поисковая, полевая диалогия. Это гидродиалогия и инженерная диалогия. И диалогия и диохимия горючих, полезных и скопаемых. Скажем так, проще, нефтяная диалогия. Это направление геологии так профилизируется. Нефтегазовое дело, это же у нас больше разработка месторождений углеводородов. А когда начинается прием документов? Прием документов начинается 22 июня. А вы знаете, и еще хочу обязательно сказать, ребята. Дело в том, что мы сейчас озвучим актуальную информацию на текущий момент. Она практически не будет изменяться. Но все-таки, я очень рекомендую вам заходить на наш сайт, на сайт университета и смотреть новости. Есть целый раздел абитуриенту, где самые важные новости всегда сверху в топе. Что уже сейчас нужно сделать для того, чтобы поступать в ваш институт? Какие документы подготовить, где пройти регистрацию? Сейчас вы уже можете, я думаю, многие из вас уже прошли регистрацию в нашей социальной сети Буду студентом. Это самое главное. Вы заводите там личный кабинет и далее все документы вы подаете через интернет. То есть дистанционно подаете документы. Чтобы подать документы из любой точки России и в принципе мира, приезжать в Казанский университет не надо. Это все можно сделать через интернет. Что же нужно сделать сейчас? Сейчас нужно собраться и сдать три экзамена, три ЕГЭ. Это математика, физика и русский язык. И вот как раз следующий вопрос у меня тут. Для поступления на геолога нужна ли география? География не нужна, чтобы поступить сейчас на направление геологии, не тягасовое дело. Конкурс среди выпускников школ у нас осуществляется по результатам ЕГЭ. Это еще раз повторюсь, русский, математика и физика. Наверное же вопрос такой, я так понимаю, есть некоторый подтекст. Почему не нужна география? Отчасти уже ответ прозвучал. Потому что современная идеология это вот смотрите. Чтобы сейчас заниматься разработкой нефтегазовых месторождений, нужно понимать, что такое нефть. Такие вещи, как вязкость, плотность, физика и химия. Чтобы прогнозировать, как живут эти месторождения, строить их модели, нужны IT-компетенции и математика. И сама по себе география это в некотором образе часть общей геологии. Можно, наверное, и так рассматривать. Поэтому мы считаем важными именно знания выпускников по физике и математике. Ну, соответственно, русский язык называется стандартом. И, может быть, я, Даня Сказалович, попрошу немножечко помочь в ответе на этот вопрос. Нет, ну, конечно, знаете, Конечно, химия тоже нужна. Вот вы химию сдавать не будете, так сказать, ЕГЭ, но, тем не менее, химия тоже нужна, потому что химия на везде. И вот сегодня тоже очень много говорят про биологию. Понимаете, вот жизнь на Земле изменила Землю. Появление жизни на Земле изменило принципиально Землю. Земля стала другой. То есть, это вот если уйти, скажем, на прошлое, на миллиард, на два миллиарда лет, то есть мы можем увидеть, что вот какая там была Земля и какая сегодня Земля. Сегодня вот эта биосфера, которая покрывает Землю, она участвует везде. Эти бактерии, вирусы, они везде. Жизнь, так сказать, кипит. То есть, вообще-то нужно быть совершенно таким человеком, который интересуется всем, наверное, да? Но в то же время не надо бояться. О, я биологию не знаю, на геофакт не пойду, да? В институт геологии не пойду. Нет, у нас очень много направлений. Ведь можно, заканчивая институт геологии нефтегазовой технологии, можно работать в институтной компании, можно работать в строительной компании, быть инженером-геологом, можно работать в компании, которая добывает или занимается поиском других типов полезных ископаемых. А можно заниматься наукой, можно, например, заниматься палеонтологией. То есть, как произошла жизнь, как она развивалась в разные времена, скажем, там, 200 миллионов лет назад, вот, например, 250 миллионов лет назад была Пермская эпоха, в которой, вот, значит, появились, начали появляться первые следы первых динозавров, которые потом, значит, мезозои уже, так сказать, через, там, 50-60 миллионов лет уже, значит, во всю жизнь на этой Земле, вот, этим можно заниматься. Можно заниматься, например, исследованием космического вещества. У нас есть группа целая, которая занимается вот изучением метеоритов, космической пыли, изучается, занимается происхождением Солнечной системы, как она возникала, как эти планеты образовывались, как они разрушались, берется друг от друга, как образовалась Луна, как эволюционировала Земля, какие там упали, ну, то есть, можно заниматься тем, как образовалась нефть, например, да, как образовались другие параллельные скопаемые, масса вещей интересных, как менялся климат, как будет меняться климат в связи с тем, что вот мы сейчас сегодня выделяем очень много парниковых газов, и эти вопросы тоже связаны с геологией, да, то есть для этого, конечно, можно выбрать огромный спектр, так сказать, интересов, которые вы можете найти на геофаке, если у вас есть интересы в биологии, химии, больше к математике, к физике больше, но в целом надо быть совершенно таким эрудированным человеком, потому что геология – это смесь всех наук, это вот если там биология, это математика, физика, химия, там и все остальное, да, то в геологии еще и биология тоже есть, все остальное, вот такие компетенции, скажем, и, конечно, нужно найти себе работу, вот вам очень важно сейчас найти такое направление, которое для вас было бы интересным и оставалось бы долго на протяжении всей вашей жизни привлекающим, привлекательным для вас, вот это такая работа, которая, вот мне кажется, именно геология – это такое направление, которое позволяет найти себя, значит, в разных, вот, в разных гипостасиях, в разных направлениях, с разными возможностями люди могут найти, вот такое у меня предубеждение или убеждение абсолютное, так сказать. Сейчас задам вопрос, который любят все абитуриенты, а проходные баллы, какие они, куда? Ну и, соответственно, про бюджетные места, в принципе, уже озвучили, поэтому просто проходные баллы. Андрей скажет, честно. Вопрос, конечно же, очень важный для абитуриентов, но начну я не с прямого ответа, а с его интерпретации. Друзья, понимаете, дело в том, что проходные баллы приемной кампании этого года сейчас не скажет никто и не предскажет никто. Но дело в том, что если вы посмотрите проходные баллы приемных кампаний прошлого года, позапрошлого года, скажем, за ближайшие три года, то вы увидите тренд, который сейчас у нас происходит, куда движутся, скажем, вот такие вот именно проходные баллы. И их, эту информацию о проходных баллах прошлых лет, можно использовать как ориентировочную информацию, к чему вам готовиться и чего вам ждать. Но нельзя эти баллы интерпретировать так, как будто это проходные баллы вот сейчас и навсегда. Вот проходные баллы прошлых лет, если обобщенно за три года говорить, у нас такие. Средний балл по направлению геологии это 220-225, вот в этом, по результатам трех экзаменов ЕГЭ, по нефтегазовому делу это порядка 240, 235-240 баллов. Я говорю о средних проходных баллах на бюджет. Если говорить о минимальных проходных баллах, они немножко меньше, но я прошу вас не ориентироваться именно на эти минимальные проходные баллы, потому что это может быть самый последний человек, зачисленный с такими баллами. Баллы уже у другого зачисленного человека на бюджетные места по направлению подготовки могут быть выше, выше и выше. Пожалуйста, ориентируйтесь на диапазон средних баллов. Также я вас отсылаю на наш сайт для более подробной информации. Там с 2011-2013 года собраны все проходные баллы. Ну и, собственно говоря, есть у нас вопрос от иностранных студентов. Когда для них начинаются вступительные испытания? По одной простой причине ЕГЭ они не сдают, поэтому... Да, совершенно верно. Для них вступительные испытания также идут в период с 22 июня по 26 июля. Здесь дата испытаний, дата, когда будут назначены экзамены, она устанавливается в приемной комиссии и публикуется на сайте. Из чего будут состоять вступительные испытания для иностранных студентов? Вступительные испытания для иностранных студентов и, скажем, для выпускников не общеобразовательных школ, а выпускников системы среднего профессионального образования, колледжей, техникамов. Это внутренние испытания. По форме, структуре и содержанию они очень напоминают ЕГЭ. И, что важно, опять-таки, программа этих вступительных испытаний вся публикуется полностью на нашем сайте. Это все можно изучить, посмотреть и подготовиться к этим вопросам. Есть у нас еще один вопрос от иностранных студентов. Процитирую. Я иностранец, хочу поступить на контракт, когда мне обращаться в приемную комиссию. Могут ли иностранцы поступать на бюджет? Иностранцы на бюджет поступать, претендовать на бюджетные места могут в двух случаях. Первый – это есть специальные программы Россотрудничества. Обратившись в своей стране в эту организацию Россотрудничество, можно узнать о квоте для иностранных граждан на бюджетные места, на так называемую гослинию. И в рамках ЕС можно также, существуя для граждан Белоруссии, возможность поступать на бюджетные места наравне с нашими гражданами. Но здесь, скажем, более конкретно, на этот вопрос я сейчас ответить не могу. У нас есть стеллая структура, департамент по работе с иностранными студентами. И, насколько я знаю, сегодня в 11 часов был инсталайв с руководителем этого департамента, где вот об этом можно, посмотрев запись, об этом узнать можно будет подробнее. Но этот вопрос мы тоже без ответа не оставим. Мы его более глубоко проработаем и ответ опубликуем в наших официальных социальных сетях. Что касается общежития, при поступлении на бюджет из другого города предоставляется ли оно? Ну и, собственно говоря, где будут проживать студенты первого курса? Это тоже, думаю, важно упомянуть. Спасибо за вопрос. Да, действительно, я считаю, это большое преимущество Казанского федерального университета, что все студенты, и не только бюджетные, но и контрактные формы обучения обеспечиваются общежитиями. Студенты первого курса, и еще проживают они у нас в деревне универсиады. Кампусе, который, несомненно, является одним из лучших в России. А есть ли у вас курсы, кружки для старшеклассников, ну и вообще, как ведется работа со школьниками? Это тоже хороший вопрос, потому что на него очень приятно ответить. Мы уделяем большое внимание работе со школьниками. Мы понимаем, что сейчас вы стоите на пороге выбора профессии, и вам важно много где что-то попробовать и выбрать что-то свое. И мы приглашаем вас к нам, принять участие в наших мероприятиях, посмотреть, чем мы занимаемся, как мы живем, какие задачи перед нами стоят. Для этого мы проводим много мероприятий со школьниками. Во-первых, наверное, самое интересное, вот с моей точки зрения, это чемпионат по решению идеологических кейсов среди школьников. Он проходит в конце октября. Либо 31 октября, 1 ноября. Как вы уже, наверное, поняли, это ваши школьные каникулы, чтобы вам было очень удобно принять в нем участие. Там вы получаете очень интересную, приближенную к реальности задачу, которую решаете в течение 10 дней. Вот так называемый кейс. Вот такая форма взаимодействия со школьниками. У нас уже шестой год происходит, и мы здесь являемся тоже своего рода пионерами, чем гордимся, несомненно. У нас есть серия олимпиад диалогических. Во-первых, это предметная, межрегиональная олимпиада по диалоге Казанского федерального университета. Она проходит в два этапа. Дистанционный этап — это ноябрь-декабрь, и очный этап — это, как правило, конец января. Также есть республиканская предметная олимпиада для школьников. Это олимпиады, которые проводят Министерство образования и науки республики Татарстан, где мы участвуем в качестве членов жюри и методической комиссии. И третья олимпиада, возможно, кому-то она покажется самой-самой интересной. Это полевая олимпиада юных геологов, где не только теоретические конкурсы предусмотрены, но и соревнования — это прохождение полевых маршрутов. Это гидрология, то есть изучение скорости течения реки. Это даже конкурсы, которые отнесены еще к быту, то есть к туризму, можно сказать. Это установка палатки на время, разведение костра на время. То есть все, что сопряжено с бытом вот такого вот полевого геолога. Вот это вот такая вот особая олимпиада, которая имеет особый дух. Ну и я думаю, вот у ней уже сформировались такие вот сообщества, которые в ней участвуют. И я надеюсь, после пандемии эта олимпиада также возродится и будет продолжаться и продолжаться. Хотелось бы еще отметить, что олимпиады Казанского университета по геологии для школьников не только выявляют лучших среди лучших, но и победителям призеров по итогам дает некоторые преференции, в частности дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. По правилам приема в Казанский университет, который публикуется до ежегодно, до 1 октября, соответственно, текущего года перед приемной кампанией, есть пункт о том, сколько баллов в дополнение к набранным вами, когда вы сдаете единый государственный экзамен, вы можете еще получить, участвовать в олимпиадах. Так, победители получают плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ, и призеры получают плюс 3 балла к результатам ЕГЭ. Есть у нас очень интересный вопрос, который связан с практической деятельностью. С какого курса у студентов начинается практика, и где, собственно говоря, они ее проходят? Вообще говоря, практическая подготовка – это важнейшая часть любой образовательной программы. И наши студенты проходят производственную практику в географии ее широка, практически вся Российская Федерация. Для прохождения практики нашими студентами мы выстраиваем партнерские взаимоотношения с ведущими нефтегазовыми компаниями, нефтесервисными компаниями, такими, как Роснефть, Лукоил, Сургутнефтегаз, Новотек, Газпром, Газпромнефть. Нефтесервисные компании – это ТНГ групп, Башнефтегеофизика, Коголыннефтегеофизика, Хелеберт, Шенберже. Во всех этих компаниях наши студенты на конкурсной основе могут проходить производственную практику, знакомиться с азами будущей профессии и, соответственно, определять траекторию своего карьерного роста. Кроме этого, существует еще и учебная практика. Возможно, она с точки зрения командного образования является интересной для наших студентов, потому что после первого курса все студенты проходят геологическую практику. она организуется у нас на правобережье Волги. Это Камско-Устинский район, Тетюшский район, это Камское Устье и дальше по Волге в сторону Ульяновска. Там есть интересные разрезы. Они изучаются нашими студентами, не только студентами, но и преподавателями. Может быть, Данис Карлович, вы скажете, это ведь из вашей практики что-нибудь интересное? Во-первых, Андрей Анатольевич правильно сказал, это учебные практики, которые тоже сами по себе интересны. Ребята выезжают с преподавателем, они несколько не выезжают, вокруг Казани, на Урале. У нас есть база практики, где мы проходим, геологи сами проходят. Там очень интересные уральские горы, понятно, там изумруды, пожалуйста, все остальное можно найти, как красивые камни какие-то найти. Это действительно реальные какие-то геологические маршруты. И, конечно, очень интересная производственная практика. После третьего курса, в основном, ну, некоторые после второго курса тоже удается уехать на производственную практику. У нас есть компании, Андрей Анатольевич как раз сам с ними договаривается, выбивает у них квоты, и эти ребята получают возможность там поработать и даже заработать денег. Ну, это любые места, начиная Камчатка, Магадан, там, где хотите, на севере, какие-то северные побережья, скажем, вот, Алтай, Якутия, вот, вплоть до Бугульмы и Альметьевска, так сказать, от нефти, да, у нас практика есть такая. То есть это тоже интересная практика, где ребята знакомятся вот с разами своей профессии, работают помощниками, там, геологов, там, операторов добычи, на буровых работают. То есть где только возможно, да. Ходят маршруты разнообразные, значит, геофизики, делают геофизические съемки, обрабатывают материалы. То есть вот такая очень интересная практика, практически вот во всех вот уголках нашей огромной родины, России. Вот я просто из своей практики, из своей, вот сказать, своей юности могу сказать, что вот я был, значит, на Мангашлаке, в пустыне, да, под Алма-Атой, мы, значит, делали аэромагнитку. Потом в Южной Якутии был, на Алдане, это вообще красивое место, в Северной Якутии, это Анабарский щит, алмазы мы там искали, да. Ну и потом я тоже работал, вот мы сами делали исследования и в Восточной Сибири, и в Западной Сибири работали, в Казахстане работали в те времена еще, да. То есть огромные интересные возможности вот посетить разные уголки нашей родины, да, побыть в диких лесах, в пустынях, в общем, все масса. Такая практика колоссально интересная, конечно. У нас есть такой вопрос, который немножко философский. Чем могут заниматься девушки на направлении бурения нефтяных скважин? Вопрос действительно. Нет, это действительно, вот я просто приведу только пример. Буквально недавно вот я был в Ашнефте, и позапрошлым году до кондемии я был в Лукоиле в центре бурения. Такой же центр у компании «Роснефть» есть в Москве. То есть в Москве сидят бурильчики, которые бурят на Сахалине скважину. Понимаете, то есть вот такая система существует. И, конечно, бурение – это не просто там, скажем, вот процесс, когда опускают какие-то трубы там, что-то вращается там, все грязь там льется, нефть фонтанирует, да. На самом деле это колоссально сложный процесс. То есть когда вот этот буровой инструмент погружается в землю, и он поворачивается, и он, значит, сегодня будет такие горизонтальные скважины, внутри прямо нефтяного пласта можно пробовать огромной длины скважину, просверлить ее и добывать вот со всей длины скважины это нефть добывать. Это огромный объем нефти можно добывать, да. Чтобы такую скважину провести, в центре бурения сидят петрофизик, геолог, значит, разработчик. Они сидят за компьютерами и на экранах смотрят, вот как этот инструмент идет, какие там пласты вскрываются. И все это прогнозируется, вот что через там 2-3 часа мы дойдем вот до этого, там завтра мы дойдем до этого места. То есть здесь два типа работы получается у буровичек. Одни, значит, на скважине меняют трубы, там действительно это рабочие, там специалисты, механики какие-то, там обслуживают всю эту систему. Геофизик, который непрерывно ведет наблюдение вот за этим шламом, который выходит из скважины, определяет, да, вот прошли, прошли, такой пласт, вот нефть пошла, там вот газ пошел, все это изучается. И кроме того, огромная команда сидит вот за компьютерами вот в этих чистых комнатах, залах в Москве, я не знаю, там где-то в Кагалыме, там где-то в Сургуте, в Тюмени, во всяких других городах. То есть действительно, я видел много женщин там работают, петрофизики, геофизики тоже, это женщины, которые сидят наряду с этими булличками, значит, проводят эту скважину. А вопрос, на который, в принципе, был уже частично ответ, извиняюсь, перебил, да, может, что-то хотели добавить? Да, я хотел добавить еще, вот, и кроме того, у нас предыдущий вопрос был посвящен практикам, производственным учебным. У нас практика по бурению проходит при поддержке компании «Татнефть» уже много лет, вот в регионе нашего присутствия развивается компания «Татнефть», которая помогает нам организовывать учебную практику по бурению. Вот девушки проходят, заходите в наши соцсети, увидите фотографии. В принципе, сейчас вы дополнительно ответили на вопрос, который я хотел задать. Частично уже ответ на него получен. Где работают выпускники института геологии? Ответ, наверное, везде, в принципе. Конечно же, от Камчатки до Сахалина. Ну, как минимум, от Камчатки до Сахалина. А первое, конечно, это нефтяные компании, нефтесервисные компании. Все. Есть такой, значит, лозунг такой, да, у «Газпрома», там, «Газпром», как там? Мечты сбываются? Мечты сбываются, да, то есть «Газпром», например, да, то есть «Роснефть», «Лукойл». То есть все нефтяные компании, практически все компании, да, и малые компании. Кроме того, вот, скажем, сервисные компании, они разные сегодня. Это вот не только российские крупные компании, ТНГ-групп там, значит, масса других компаний, значит, которые связаны с «Роснефтью», с «Лукойлом», с «Ургутнефтегазом». И, кроме того, зарубежные компании, типа вот «Шлимберже», «Халибертон». И компании, которые работают не только, скажем, в России, да, российские компании, работают они и в Африке, и в Атлантике, вот, в сейсмике плавают, да, вот, буквально, вот, значит, в Южной Америке, вот, ребята у нас работали в Венесуэле, работали, то есть, ну, в том числе и не только в российских компаниях, но и в зарубежных компаниях работают, то есть, на самом деле, это по всему миру. На самом деле, это зависит только от вас, от вашего реального желания где-то работать, да, вот. Найти себе место работы вообще не проблема. То есть, наши выпускники востребованы, самое главное. Опять-таки, начали, в принципе, частично отвечать на тот вопрос, который я хотел сейчас задать. Могут ли студенты проходить стажировку за рубежом? Ну, давайте поговорим о стажировке, скорее, научной, ну, то есть, по обмену поехать за рубеж куда-то. Да, но это больше касается, наверное, магистров и аспирантов, как бы, да, потому что бакалавриат, это мы готовим человека, который базовыми основами профессии начинает, компетенциями, значит, обучается этим компетенциям, и он готовится к какой-то практической работе, да. После этого, после окончания бакалавриата, вы можете поступить в магистратуру. Магистратуру, у нас там больше десяти направлений в магистратуре, значит, таких вот, начиная там, я не говорю, от палеонтологии, кончая там, добыча нефтегаза и бурением там, да, то есть, используем каких-то таких физических методов при бурении скважин, вот. То есть, и кроме того, у нас ежегодно порядка 25-30 человек поступает в аспирантуру еще, да, то есть, это вот бюджетная аспирантура практически, ну, и кто, есть аспиранты, которые платят за свои обучения, либо компания оплачивает, тоже, значит, в небюджетной аспиранты тоже есть. Ну, бюджетная аспирантура есть вполне, люди, которые хотят поступить, в течение там учебы мечтают заняться наукой, они могут туда поступить. Вот эти люди, магистры и аспиранты, они очень часто попадают в ситуацию, когда они, значит, должны выехать за рубеж для работы в их лабораториях, для того, чтобы накопить материалы для своей диссертации. Кроме того, есть магистратура двойных дипломов, когда они учатся и получают один диплом в Казанском, они учатся и другой диплом получают, например, в Германии, во Франции, в Канаде, значит, в Лондоне, вот сейчас, у нас очень хорошая магистратура есть, да, то есть это тоже, ребят, привлекает, есть вот такие программы двойных дипломов с ведущими мировыми вузами, значит, в Германии, во Франции, вот в Лондоне, очень интересная, вот популярная лондонская программа, это ее оплачивает Роснефть и Бритиспетролиум, и наши студенты один год обучаются в Казанском университете, один год обучаются в Imperial College в Лондоне, вот сейчас ребята у нас, буквально осенью они выехали, значит, одна группа выехала учиться в Лондон, да, вот они сейчас каждый день присылают, вот в Фейсбук, посмотрите там, вот я там бываю, тут бываю, тут обучаюсь, значит, тут лаборатория интересная, тут, вот, то есть, вот такие, а аспиранты, у нас очень много, значит, компаний, университетов, с которыми мы совместно работаем, да, вот буквально недавно мы выиграли научный центр мирового уровня в России, такой центр вот по нефти, он один, и головной организацией является Казанский федеральный университет, и, значит, мы в кооперации работаем с Губкинским университетом, с Уфимским нефтяным университетом, со Сколтехом, да, и вот эта большая, значит, группа вот этих университетов ведущих, причем головной находится в Казанском университете, головной центр, мы тоже кооперируем со многими университетами мира, и вот наши ребята молодые, в том числе и магистранты, и аспиранты, которые работают в этом центре, они выезжают вот на практику, не на практику, а на работу вот в другие лаборатории за рубежом, это вот возможно, конечно, нужен английский язык, ну, как, значит, а дальше французский, немецкий, китайский там и другие языки, так сказать, понятно. Ну, на этой приятной ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю с вами встречу, я напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайв, сегодня говорили о поступлении в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, оставайтесь с нами, смотрите, впереди еще много-много Инсталайфов, узнаете еще много нового для себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok